Это столетие. Столетие и юбилей. И мы нигде, как говорится, не можем, как положено, провести это мероприятие. Чуть больше двух десятков пенсионеров цветами в руках и речи без микрофонов. Мероприятие в честь событий столетней давности проходило более чем скромно. Хотя, как вспоминают пришедшие, несколько десятков лет назад этот день собирал колонны горожан. Это огромное количество. Ну вот как вы сейчас видите, бессмертный полк идет. Вот праздничная демонстрация, она проходила в подобном виде. Это подряд шли колонны, значит, сперва были школы проходили, первая, вторая, третья, четвертая, все школы проходили. Потом, значит, шли учреждения, организации. Можно бесконечно вести споры о событиях, которые изменили ход истории нашей страны. Но, тем не менее, в том, что это стало одним из величайших событий великой державы. Солидарны практически все. Некоторые говорят, советская власть, то да все, некоторые стараются охарить как-то. Но это же наш фундамент, наша Россия. Сегодня мы, например, коммунисты, совместно с другими партиями работаем, стараемся помочь городу, помочь стране. Я не могу сказать, что разные партии в разные стороны смотрят. Мы все смотрим в одну сторону, чтобы сохранить нашу Россию. Вот в этом наше единство. После возложения цветов к памятнику Ленина встреча продолжилась в библиоцентре. К ней присоединились нефтекамские школьники. Им представилась возможность прикоснуться к истории, прочувствовать дух революции. Это штык и цветок. Это вот как ваза того времени. Это вот символ именно 17-го года. А потом уже и 50-летие. Вы знаете, на самом деле все вот эти праздники, 7-го посвященные, это гвоздика, это штык, это штык и хвостовик, ну, мина. Это все того времени. Плюс ко всему, это вот именно те вещи, это вот товарищ Маузер. Тот самый Маузер. На оформленной антикварной лавке были представлены предметы, журналы, штендеры, оружие. Также молодое поколение узнали, как и в каких масштабах этот день отмечался много лет назад. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».